Нету смысла обманываться, никто сюда навечно не пришел. Этот мир является гостиницей, смирение с несчастьем, покорность судьбе является одной из особенностей ислама. Каждый родитель должен понимать, что ребенок, который тебе дан, это не твое имущество, это аманат. Любое то, что ты посчитал, что это тебе принадлежит, ты этого лишишься. Многие еще умудряются, типа, мол, из-за этого не верить в Бога, тебе что, кто-то обещал, что кто-то не будет помирать, что ли? Куда отправился этот умерший, пусть ребенок или неважно кто? Отправимся и мы, и вы. Разлука временно, не беспокойся. В связи с последними событиями в мире, то есть, Всевышний Аллах показывает, что этот мир и обстоятельства его, вот эти войны и так далее, они показывают, что этот мир всем напоминает, что он бренный. И нет смысла обманываться, никто сюда навечно не пришел. Особенно, конечно же, последние события в Газии и так далее, в Палестине, где погибают тысячами невинных детей и так далее, то есть, это, конечно, очень большая трагедия, беда, да, но в то же самое время мы, как верующие люди, как единобожники, мы должны во всех событиях, которые находятся вне прямого, как бы, нашего воздействия, да, мы должны в этих вещах увидеть все-таки что? И мудрость Аллаха, и милость Аллаха, и справедливость Всевышнего Аллаха. Какие бы нам ни казались эти события страшными, несправедливыми и так далее, но так как мы единобожники и так как мы понимаем, что все происходит по воле Аллаха, все, да, мы должны в этом во всем увидеть это, да. И еще плюс, как бы, в близком кругу, как вот братья сейчас тоже уже об этом напомянули, да, то есть у нас у близких братьев тоже вот дети попали под машину, одна девочка ушла в иной мир, одна в реанимации, пусть Аллах даст исцеление, также сейчас вот пришла буквально недавно, весит, что один брат попал в аварию и в реанимации лежит, да, то есть этот мир явно показывает, что мы здесь все на таком положении, да, то есть не следует обманываться, конечно, наш навс не хочет это воспринимать в свой адрес, но, тем не менее, мы должны это понимать, что мы в любой момент, в любой момент мы можем уйти, ни у кого никаких гарантий нет. И здесь очень такое, очень важное письмо, которое реально дает очень большую, как бы, надежду исцеления, особенно родителям, у которых, к примеру, такие события в жизни произошли, да, и никто не застрахован. Я даже одну историю расскажу, связанную вот с этим письмом. Это произошло в России, в Сибири, в городе Красноярске. Однажды я пришел в мечеть, пришел в мечеть на молитву и увидел, как рядом с батареей, там в сторонке сидел мужчина, ну, славянской внешности. Ну, я помолился и подошел к нему познакомиться, поговорить, начали общаться, начали знакомиться. Я спросил его, откуда ты, что, как, ну, как обычно, да, расспрашиваешь. И когда я спросил его, ты семейный, вдруг его, как бы, как сказать, состояние сразу вообще моментально поменялось. То есть он, ну, так почернел, можно сказать. То есть я понял, что что-то не так. И он начал рассказывать. Ну, оказывается, то есть у него семья, жена, ребенок, мама, ибо вместе живут. И что происходит? В их подъезде кто-то там, есть какие-то, как сказать, махинации с электричеством, да, чтобы там счетчик не накручивал это. Кто-то там какие-то провода кинул на батарею, на стояк вот этот. И оказывается, у него полтора годовалый ребенок подошел к батарее, за нее взялся, и его убило током ребенка. А в этот момент ребенок остался дома с бабушкой, получается, с его мамой. Мама, естественно, это бабушка, видя эту картину, ее бьет инсульт. То есть она ее парализует, представляешь? То есть он приходит там с женой с работы, жена сходит с ума. Его самого увольняют с работы. Почему? Потому что он, оказывается, работал инкассатором, и у него как бы было табельное оружие. Ну, то есть, и его отстраняют от работы, потому что понимают, что он, ну как, что это кто-то в подъезде виноват в этом во всем. То есть он будет искать, да, кто. Представляешь, что за один момент человек все прекрасно жил, семья, ребенок вроде бы, все нормально. За один момент ребенок уходит, мама инсульт, жена сходит с ума, он без работы. То есть вот кто думал, что он думать и думал, что у него вот так вот может произойти? Конечно же нет, правильно? То есть и кто из нас может сказать, что он застрахован от таких событий? Нет. Сейчас вот, да, у братьев там двух дочек сбило, да, то есть другой брат там в аварию попал. Здесь там в секторе газа там вообще детей бомбят, да, там тысячами уходят, да. То есть это, то есть явно этот мир фани. То есть брен, мы здесь никто не задержимся надолго, да, то есть так или иначе мы уйдем. И что интересно, я этому человеку говорю, ну я вижу его состояние, он просто там, ну для него это конкретная катастрофа, все. И я его приглашаю вот на такой же урок, и как раз мы читаем вот это же 17-е письмо. И это надо было видеть, то есть человек абсолютно как бы с исламом не знаком и так далее. После прочтения этого 17-го письма, этот человек тут же принимает ислам, тут же. У него такая радость, он берет эту книгу, целует ее и говорит, я сейчас поеду домой, оказывается мой ребенок, я его встречу оказывается. Представляешь, то есть. И это вот на моих глазах все происходило, и этому есть десятки свидетелей. То есть это просто надо было видеть, как для человека, для которого этот мир практически превратился в тюрьму, в мучения и так далее, благодаря иману, благодаря этим истинам, он ожил, понимаешь? Он ожил, он говорит, я сейчас поеду, там жене расскажу, там это. Ну то есть, понимание того, что иман, иман, это реально, как Бадюзаман красиво говорит, иман говорит, это косточка райского дерева, туба. Если человек просто чуть-чуть поработает над своим иманом, начнет его развивать, и если оно раскроется, то для этого человека уже в этом мире, как некий духовный рай будет. Он это явно почувствует. И вот таким образом, и что самое интересное, после этого я этого человека не видел. То есть вот он взял книгу, принял ислам, взял книгу, и больше я его не видел. И здесь это 17-е письмо написано, как соболезнование по поводу смерти ребенка. То есть, Всевышний Аллах в этих аятах говорит, что обрадуй терпеливых. То есть, обрадуй терпеливых. Которые говорят, что когда их постигает беда, они что говорят? Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. И эти слова пророк Мухаммад, а.с. очень часто говорил. Даже малейшее что-то в жизни происходило у пророка Мухаммада, а.с. просто элементарно. Что-то ты потерял, об что-то ты ударился. Какая-то малейшее что-то негативное происходило в жизни. Пророк Мухаммад, а.с. как минимум говорил, инна лиллях. То есть, сразу же мы должны себе напомнить, мы принадлежим Аллаху. Инна лилляхи, ва инна илляхи родиум. И к Нему мы все вернемся. Брат мой, меня глубоко опечалила смерть твоего ребенка. И нас всех, как верующих людей, как людей, у которых еще живы чувства, сострадание, милосердие и так далее. И нас, конечно же, печалят вообще все эти события в мире, связанные с газой. И где бы это ни было, где гибнут невинные дети и так далее. Однако, аль-хукму лиллях, то есть, решение у Аллаха. Смирение, смирение с несчастьем, покорность судьбе является одной из особенностей ислама. И это явно, аль-хамду лиллях, показывают вот эти наши братья и сестры в Палестине. То есть, посмотрите, насколько они стойко переносят вот те события, которые там происходят. Просто вот, вы просто подумайте оказаться на их месте. Это просто, ну... И посмотрите, как они достойно проходят эти испытания. Благодаря чему это возможно? Только благодаря иману. Что? Какие там психологи и так далее? Разве это возможно там? Это будет работать? Нет. Только иман. Только иман поможет. Поэтому, смирение с несчастьем, покорность судьбе является одной из особенностей ислама. Из особенностей ислама. И сейчас даже вот эти, грубо говоря, враги, да, которые это делают. Но Аллах, вот чтобы мы видели, да, какая мудрость Аллаха есть, да, какая милость Аллаха. К тем, кто погибает, это понятна их милость, да. То есть, они там бесконечные дары в Ахирате получают. Но даже с точки зрения этого мира, сейчас просто люди, наблюдая то, что там происходит, и как эти наши братья и сестры, благодаря своему крепкому иману, как они переносят эти события, для людей это просто, как сказать, что-то удивительное. То есть, когда ты смотришь их там в западных этих, да, как люди там пишут, какие сообщения, они просто все там, они в шоке. Они в шоке. Как можно такие события так достойно проходить? Реально. Поэтому пусть Всевышний Аллах даст вам достойное терпение всем тем, кого коснулась беда. А покойного сделает вашим заступником и поддержкой в будущей жизни. Для вас и таким, как вы, богобоязненным верующим, изложим пять пунктов, которые покажут вам великую радостную весть и истинное утешение. Истинное. Не какое-то там временное, да, там, обезболивание, а действительно истинное утешение. Первый пункт. В мудром Кур'ане секрет и смысл фразы в аяте «Вильданун мухалладун», то есть «Дети вечно юные». Так вот, секрет и смысл этой фразы заключается в следующем. Дети верующих, умершие, не достигших совершеннолетия, в раю навсегда останутся вечными, любимыми детьми в подобающем раю виде. То есть те дети, которые ушли с этого мира в возрасте несовершеннолетних, они в раю останутся вечными детьми, прекрасными. И они вечно будут радовать своих родителей. Вечно. И они будут вечным источником радости в объятиях родителей. Вечным. Которые попали в рай и подарят своим родителям такое тонкое удовольствие, как ласка и любовь к ребенку. И все, что дает удовольствие, все будет в раю. И неправы те, кто считает, что в раю нет любви и ласки к детям. Из-за того, что он якобы не является местом для продолжения рода. Да, хоть он и не является местом для продолжения рода. Но, Аллах абсолютно справедливый, который показывает нам этот мир, как в виде образца того, что будет в раю. То, что приносит человеку вот эти возвышенные наслаждения в этом мире, это обязательно в раю тоже будет. Обязательно. А также этот благословенный аят фразой Вильданун Мухалладун, дети вечно юные, давая такую радостную весть, указывает на то, что вместо десяти коротких лет ласки и любви к ребенку в этой смешанной состраданиями земной жизни, обрести чистую, беспечальную, вечную родительскую ласку и любовь на протяжении миллионов лет является величайшим источником счастья для верующих людей. То есть в этом мире, ну сколько человек будет наслаждаться вот этой любовью и лаской, да, вот к маленьким детям? Ну 10, 15, ну пускай даже 20 лет. Правильно? А здесь Всевышний Аллах, да, Он забрал этого ребенка в Ахира, да, то есть в рай. Но тебе, если ты проявишь сабур, да, если ты достойно воспримешь эти события, Аллах за это тебя вознаградит миллионами лет. Любви и ласки к этому ребенку. Алхамдуллах. Второй пункт. Однажды, то есть такой очень интересный и реально такой пример, который даст прочувствовать это, да. Представьте, однажды один человек находился в тюрьме. Вот представьте, человек находится в тюрьме и к нему отправили в тюрьму его любимого ребенка. То есть представь, ты сам в тюрьме и к тебе отправили твоего любимого ребенка. Этот бедный заключенный страдал и от своего горя, да, то, что сам попал, и от того, что не смог обеспечить покой своему ребенку. Позже милостливый правитель отправил к нему одного человека и сказал, этот ребенок, правда, это твое дитя. Но он является моим подданным и из моего народа. И я возьму его к себе и буду растить его в прекрасном дворце. Тот человек стал плакать, причитать. Я не отдам своего ребенка, который является моим утешением здесь. Его товарищи сказали ему, твои огорчения напрасны. Почему? Потому что если ты переживаешь за своего ребенка, то он вместо этой грязной, зловонной, изнурительной тюрьмы отправится в потусторонний прекрасный дворец. Если же ты огорчаешься за себя, то, что якобы он тебе давал здесь утешение какое-то, да, и какую-то пользу. Если ты огорчаешься за себя и думаешь о своей пользе, то если ребенок останется здесь, несмотря на свою временную и то сомнительную пользу, из-за мучений ребенка ты будешь много страдать и мучиться. Потому что ты будешь за ребенка переживать больше, чем за себя. Так же? Любой нормальный родитель, он за ребенка переживает больше, чем за себя. А ты можешь ему реально обеспечить, защитить его от всего того, что есть в этом мире? Какой родитель хочет, чтобы его ребенок, как говорится, хапнул все то, что он сам там в жизни? Никто не хочет. Родитель хочет избавить его от этого всей грязи там и так далее, и так далее, которую он сам прошел. Поэтому из-за мучений ребенка ты будешь много страдать и мучиться. А если он ушел туда, для тебя в этом есть огромная польза, потому что он будет причиной проявления к тебе милости правителя и станет в роли твоего заступника. Правитель пожелает, чтобы ты встретился с ребенком. И, конечно же, для встречи он же не отправит его в тюрьму. А наоборот, освободив тебя из тюрьмы, позовет во дворец и там вам устроит встречу. Но с условием, с каким? Если ты будешь верить и повиноваться правителю. Так вот, дорогой мой брат или сестра, подобно этому примеру, если у верующих, как и у тебя, умрет ребенок, они должны думать так. Этот ребенок невинен. В исламе все дети, они невинны, как Маляйк, как ангел. И к тому же его творец милостливый и щедрый. Вместо моей неполной заботы и воспитания он взял его под свою совершенную заботу и милость. Освободив из темницы сего мира полной горечи и бед, мучений, он отправил его в райские сады. Какое счастье для этого ребенка. Кто знает, каким бы он стал, если бы остался здесь. У кого есть гарантии, каким вырастет его ребенок. Правильно? Ни у кого гарантии нет. Поэтому я его не жалею, а наоборот, я считаю счастливым этого ребенка. Как вот у нашего брата, да, сейчас ребенок ушел, дочка, десятилетняя. Но, аль-хамдуля, она вот в этот четверг держала пост. Была покрытая. И во время разговения пошли купить что-то, и вот ушла она в иномир. Аль-хамдуля, это райский ребенок. Все, она удостоилась вечного счастья. Аль-хамдуля. Да, это тяжело, никто ничего не говорит. Но если у тебя осознанный иман есть, если ты понимаешь, что это Аллах, Аллаха ребенок, это его создание, это его раб. Он дал, он забрал. Ты его не создавал. Твое участие было мизерным в этом во всем. Да, у тебя хак есть, да, твое право есть на этого ребенка. Но это одно из тысяч, твое право. А что касается моей личной пользы, то я и себе не сочувствую, и горько не печалюсь. Ибо если он остался бы в этом мире, то дал бы мне, ну, 10-15 лет временной, смешанной с огорчениями любви к себе. Если бы он был добрым и умелым в делах этой жизни, может быть, он был бы моим помощником. Но от того, что он умер, он будет моим заступником, став причиной для достижения вечного блаженства, для миллионов лет любви к ребенку в вечном раю. Аллах, Аллах. И, конечно же, тот, кто потерял сомнительную, получаемую сразу, то есть в этом мире, пользу, но обрел непременную, отсроченную, которая будет дана ему в Ахирате, то есть в вечности, пользу, он не будет горько печалиться и не будет безнадежно сокрушаться. Третий пункт. Умерший ребенок был всецело творением и рабом милостливого Творца и принадлежал ему. Он был спутником своих родителей, который на время был дан им на попечение. То есть каждый родитель должен понимать, что ребенок, который тебе дан, это не твое имущество. Ты это просто пойми. Ты его не создавал. Ты даже не знал, какой он будет. Ни его характер, ни его, вообще ничего ты не знал. Этот ребенок для тебя кто? Это аманат. То есть Аллах тебе дал аманат. Для чего он тебе дал этот аманат? Чтобы ты смог из этого ребенка воспитать достойного человека, раба Аллаха, который будет познавать своего Господа, будет там как бы с такими качествами и ценностями, которые подобают, да, человеку, мусульманину и так далее. Вот твоя задача была. У многих родителей такое понимание какое-то там, как в Советском Союзе, да, там, моя обязанность, там, кормить одевателя. Нет. Твоя задача воспитать его, привить ему действительно нужные ценности. И ты должен понять, что это просто Аллах тебе дал вот такого спутника. И плюс, ты сколько лет, ты же получал вот эту радость, да, что у тебя есть ребенок и так далее. То есть ты уже получил. Уже в этом мире Аллах тебе дал прочувствовать эти чувства. И с этим же на самом деле тебе что было дано? Тебе же было дано на самом деле познавать Аллаха. Понимаешь? Потому что через эти отношения с ребенком ты многое понял по отношению к Творцу. А если не понял, то вот это самое печальное. Потому что на самом деле тебе дан этот ребенок и вообще эта семья, к примеру, для того, чтобы ты многое понял по отношению к Творцу. Чтобы ты вообще понял и своих родителей, понял. Чтобы ты понял, что они так за тебя переживали. Понимаете? То есть это все школа. И ты должен понимать, что это спутник, который Аллах тебе дал на время. Тебе кто-то обещал, что он всегда с тобой будет? Нет. Ты думал, что ты с ним всегда будешь? Тоже нет. Не он уйдет, так ты уйдешь. То есть по-любому это рано или поздно бы произошло, правильно? Поэтому умерший ребенок был всецело творением и рабом милостивого Творца и принадлежал ему, был спутником своих родителей, который на время был дан им на попечение. Творец сделал его родителей просто его служителями. То есть как два служителя, да, Хазиматкара. И за это служение в качестве немедленного вознаграждения одарил родителей сладким чувством нежности и ласки к своему ребенку. И теперь, если этот милостивый Творец, который из тысячи прав принадлежит 999, по потребности, милости и мудрости возьмет этого ребенка из твоих рук, просто завершит твою службу, то имея одно внешнее право и то под вопросом, безнадежно горевать и сокрушаться, как бы возражая, да, и выражая жалобу на истинного хозяина тысячи прав, это не будет подобать верующему человеку. А скорее это подобает беспечным, то есть тем, кто забыл Аллаха, то есть заблудшим людям. То есть человек, понимаешь, и так все вот зачастую, зачастую именно человек должен вот этот вот урок самый главный, да, извлечь раньше, чем произойдут такие события. Потому что все то, что ты присвоил и подумал, что это твое, ты это обязательно потеряешь. Обязательно, не важно что, не ребенок там, ну, это не важно. Любое то, что ты посчитал, что это тебе принадлежит, ты этого лишишься. Потому что ты не являешься хозяином этого. Не являешься, это, ну, ты пойми, ты же это не создавал, ты не создатель, ты не хозяин, ты не управляешь. Четвертый пункт. Если бы этот мир был вечным, и если бы человек жил в нем вечной, и если бы разлука была бы вечной, тогда в горестном унынии и в безнадежной скорби был бы какой-то смысл. Правильно? То есть, почему человек страдает? Почему человек так его там... Потому что он обманулся. Самый большой обман в чем? Что ты посчитал, что этот мир как будто будет вечным для тебя, понимаешь? Забылись мы, мы вот это обман. Многие еще умудряются, типа, мол, из-за этого не верить в Бога. То есть, не верить в Бога. А как это? Причем здесь кто-то умер, а ты вдруг перестал верить в Бога. Тебе что, кто-то обещал, что кто-то не будет помирать, что ли? Или ты это не знал, или что? То есть, в чем проблема? То есть, проблем никаких нету, кроме как в тебе. Что ты обманулся и посчитал, что этот мир как будто будет вечный. Это раз. Во-вторых, с точки зрения веры разлука же не вечная. То есть, туда, куда ушел твой ребенок, к примеру, или любой твой любимый человек, ты тоже уйдешь. Разве не так? Что ты думаешь, что эта дорога только его наешь? Да нет, все туда идут. Все. Не веришь? Сходи на кладбище, посмотри. У всех этих людей были свои планы. Они все думали, что я завтра то, послезавтра это, сейчас я это сделаю, то, вот сейчас там, туда, сюда. Ну, в один прекрасный момент. Вот сейчас тоже братья там в Москве попали в аварию. А должен был сюда приехать. Разве он думал, что он попадет в аварию? Да нет, конечно. И никто не знает. Ну, за редким исключением. Понимаете? Поэтому, то, что ты страдаешь, это проблема в тебе. Почему? Потому что ты обманулся, ты посчитал, как будто этот мир вечный. Второе. У тебя, значит, слабая вера в отношении ахирата. Почему, к примеру, в исламе запрещено, да, человеку на похоронах и так далее, как будто, как бы, как сказать, страдать, чрезмерно кричать и так далее. Почему? Потому что таким поведением ты как будто бы отрицаешь то, что есть вечный мир. Ты встретишься с теми, кого ты любишь. Да? То есть есть вечность. Но поскольку этот мир является гостиницей, то есть представь, ты приехал куда-то в гостинице остался. И такой тебе там сообщает, что все, ваше время закончилось, выселять. Ты такой, что-то начал расстраиваться. А что ты, ты же знал, что ты в гостиницу приехал. Ты знаешь, что тебе по-любому придется выселяться. По-любому. А что ты расстраиваешься? Ты что? Ты там уже понакупил вещей туда, да, затащил в эту гостиницу. Начал ремонт там делать, да? Начал вмешиваться во внутренние дела, там, управлять, помогать, да? То есть ты посчитал, что это твое постоянное место пребывания? Ну так это проблема в тебе. Кто тебе такое обещал? Никто. Правильно? Поэтому, поскольку этот мир является гостиницей, то туда, куда отправился умерший, пусть ребенок будет или любой твой близкий человек, отправимся и вы, и мы. Что, не так, что ли? Ты думаешь, что у тебя там осталось 15, 10, 20 или 30 лет? Да они вот так вот пролетят. Вот ты сейчас говорил, сколько лет прошло? Говоришь, 29 лет, да? И сам говорит, что, 29 лет прошло? Как прошли? Момент. 30 лет. Сейчас вот ребенку скажи 30 лет, он скажет, ого, 30 лет, это сколько? А оказывается, это вообще не сколько. Поэтому есть вот это правило, да, кулятин, кариб. Все, что грядет, оно близко. Ты не думай. Я тоже когда-то вот такой был и смотрел на 40-летних дядечек и думал, ой, когда такое будет? Сейчас хоп, и ты уже дядя этот сидишь и думаешь, как это произошло вообще? Когда? Когда я дядей стал? Да? Аллах. Поэтому этот мир является гостиницей. Куда ты отправился, да? Куда отправился этот умерший, пусть ребенок или неважно кто, отправимся и мы, и вы. И к тому же эта смерть не касается лишь только его, а это является дорогой для абсолютно всех. И поскольку и разлука не является вечной, и в будущем, и в потустороннем мире, в Берзахе, и в раю будет обязательно встреча. То есть будет обязательно встреча. Аллаху. То есть ты встретишься, и есть вечность, есть абсолютно беззаботный мир. То надо сказать, что? Аль-хукму лиллях. Но во всем есть мудрость, во всем это его решение. Решение Аллаха. Он дал, и он взял. Хвала Аллаху в любом состоянии. Аль-хамду лиллях аля кулли халь сива куфри вад-далят. То есть хвала Аллаху в любом положении, кроме неверия и заблуждения. Правильно? И с терпением нужно благодарить Творца. Пятый пункт. Милосердие, являющееся самым нежным и прекрасным, самым приятным и сладким из проявлений божественной милости, представляет собой некий лучезарный эликсир. То есть и то, что Всевышний Аллах тебе дал вот это милосердие. Оно намного чуть, чем любви. И дает быстро прийти к Всевышнему. Как, например, ложная мирская любовь, пройдя большие препятствия, переходит в истинную. Проходит, переходит как бы к Аллаху. Так и милосердие, но уже беспрепятственно, быстрее и легче дает сердцу обрести Аллаха. А именно, отец и мать любят свое дитя, как весь этот мир. Правильно? То есть родитель, мать и отец, они любят это создание, как весь этот мир. Когда они лишаются своего ребенка, если они счастливы, что произойдет? Если они счастливы, если они, их чувства, их иман находятся как бы на стекомате. То есть в правильном направлении их чувства направлены. То, что произойдет? Если они истинно верующие, они отвернутся от этого мира. Обретут истинного благодетеля Аллаха и скажут. Поскольку этот мир бренный, он не стоит того, чтобы связывать с ним свое сердце. И у них проявится связь с тем миром, куда ушел их ребенок. И они обретут высокое духовное состояние. Я помню, когда я только принял ислам, один брат из Дагестана был. Мухаммад его звали. И мы как-то в городе пересеклись, давно не виделись. Ну я как бы с ним близко, я был знаком. Потом как-то так долгое время не виделись, не общались. И потом мы пересеклись в городе. Я там с ним вот так тепло обнялись туда-сюда. И я говорю, более близко начали знакомиться. Я его спрашиваю, семья, дети. Он говорит, а да, двое здесь, трое там. Я думал, что мы с ним в Сибири были. Я думал, что он имеет в виду, что трое детей там на родине в Дагестане. А двое здесь, в Красноярске. А потом в процессе общения... Но он это сказал настолько легко. Понимаешь? Вообще вот... То есть реально я просто подумал, что как будто у него там трое детей там в Дагестане. А двое здесь с ним в Красноярске. А потом в процессе общения я понимаю, что он имеет в виду, что трое детей уже ушло в иной мир. И меня тогда это так поразило. Ну я хоть и в исламе был, но все равно ты же только в начале пути этого. Я такой думаю, фи-субханаллах. Любого мирского человека, если бы он бы... Я бы вот такой вопрос задал, и он бы вспомнил вот это, что у него трое детей уже ушло в иной мир. Все, он бы такого загруза поймал бы, да, этот человек. И это такая катастрофа была бы для него. А он вот, как будто, знаешь, вот как будто они просто вот... Он говорит, а трое там, двое здесь. То есть и так, вообще он это так легко сказал. Я понял, что Аллаху Акбар, какой иман у человека, да, то есть что такое иман, понимаете? То есть это реально, это такая милость, милость для человека. Так мы должны это ценить, и мы должны развивать этот иман. Это такой дар Аллаха. А мы не ценим, понимаешь? Многие верующие, вроде он верующий, вроде мусульманин, ну занимаются всем чем угодно, но не своим иманом. То есть у них все чувства сюда направлены, и они поэтому и детей так воспитывают. Но сейчас вопрос не об этом. Рано или поздно этих людей коснется эта катастрофа. Потому что, то есть мы все смертны. Не ребенок уйдет, так ты уйдешь. И сколько бы у тебя не было этих любимых, когда-то это, как сказать, тетива выстрелит, и эта стрела прилетит тебе в сердце. Поэтому верующие люди должны развивать свой иман. А с чем он развивается? Именно с познанием Всевышнего Аллаха. Понимаешь? И тогда, какие бы события в этом мире не были, какие бы они ужасные не были, верующий человек, да, мы люди, у нас есть чувства, мы это все чувствуем. Но благодаря иману, благодаря истинам имана, мы, оставаясь людьми, как бы перевариваем все эти события. Понимаешь? Потому что у мирского человека, у него два выхода из этого. Когда такое событие произойдет, у него какой вариант? Один вариант, это просто начинать чем-то глушить эти чувства. А это что? Это либо алкоголь, либо наркотики, либо еще чего-нибудь такое, чтобы просто уйти от реальности, чтобы не чувствовать, отключить. Как вот у человека рана есть, и он просто, да, анестезию начнет колоть там или принимать. Ну, не болит и все. Но рана-то не заживает. Мало того, у человека же еще, мы знаем, что к любой анестезии есть привыкание. Точно так же, поэтому почему все время сменяют им вот это все? А на самом деле, все человечество в таком состоянии. А им просто это все заменяют чем? Развлекушками. Потреблением. Новый айфон, новый это, новый фильм, новый то, то и все. И люди вот, а они не замечают, в каком они состоянии. Что ты-то вообще приговорен к смерти. И все те, кого ты любишь. Ты либо должен понять, что это такое, что тебя ждет. Ответь и готовиться. А готовиться, в первую очередь, через развитие своего имана и познание Аллаха. Чтобы ты смог вот эти все истины понять и реально прочувствовать на себе. До того, как это с тобой начнет происходить. Понимаете? А если у человека имана нету, если даже он есть, но он такой, так леди, слабый, да, и человек в беспечности, ты страданешь. Ты страданешь. И возможно, еще твой потом и иман пострадает. Потому что если ты не сможешь переварить это событие, оно нанесет удар в твое мировоззрение. Потому что ты же начнешь еще потом возражать против Бога, там, начнешь орать, кричать, там, возмущаться. И так далее. А должен сблизиться. Понимаешь? Либо у мирского человека, у неверующего человека, у него другой вариант, либо вообще у себя нужно убить вот эти человеческие чувства. Вообще не чувствовать, не сострадать, не любить никого. Тоже не получится. Потому что кому бы ты не обрубал эти чувства, но все равно у тебя же круг есть, кому ты все равно не сможешь эти чувства убить. Все равно, ну, там, дети есть, как-то родители. То есть ты все равно... Поэтому задумайтесь, беспечные и заблудшие люди, они лишены благополучия и радостной вести, которая содержится в этих пяти истинах. То есть просто задумайтесь и сравните. Вот сравните. И просто вот обращение к людям, ну, как вы умудряетесь выбирать вот этот куфор, да, вот это безбожие, вот это заблуждение. Вы просто вот, на самом деле, вот на этих истинах, просто ты взвешивай, что ты выбираешь. Что тебе, ну, ты что, ты бессмертный, что ли? Нет. Ты застрахован от каких-то бед? Нет. От болезней? Нет. Ни от чего? Твои родные и близкие от этого? Нет. То есть тебя рано или поздно что-то из этого коснется. Вопрос, как ты перенесешься эти события? Каким образом? Где ты найдешь утешение? Многие, а, вот там верующие люди, это слабые люди. Ну, да, слабые. Просто ты, видимо, не в курсе, что все люди слабые. Просто ты себя мнишь, что ты там герой, Геракл там или кто-то там. Ну, просто придет событие, и ты треснешь. И твоя вот эта иллюзия, что ты там сильный такой, там, управляю миром, там, я все там контролирую. Ты надломишься. Просто верующий понял это. И понял, для чего ему дана эта слабость и бедность. Чтобы найти его. Потому что только благодаря ему, когда ты к нему, к Всевышнему Аллаху, обращаешь свою слабость и бедность, ты находишь покой. Ты понимаешь, что твоя слабость является лучшим заступником, и твоя бедность это притягивает его милость. Понимаешь, вот где это все, пазл сходится. Понимаешь. Обеспеченные и заблудшие люди лишены благополучия и радостной вести, которая содержится в этих пяти истинах. Посудите сами, насколько горестно их состояние, когда они видят своего милого, очень любимого, единственного ребенка в предсмертной агонии. То есть просто задумайся. Из-за своей беспечности или заблуждения, видя смерть в виде небытия и вечной разлуки. И поэтому вместо мягкого ложа они представляют грунт могилы. И они не думают о рае, милостливого Творца. И о его райских дарах. Ты просто, ты можешь представить, какое горе и отчаяние переживает такой человек. И какое жжение. Какую катастрофу. Просто задумайся. Однако вера и ислам, являющиеся средством для достижения счастья в обоих мирах. И здесь будешь счастлив, и там. Но в зависимости от того, насколько ты развиваешь свою веру. Они скажут верующему человеку. Милостливый Творец этого ребенка, находящегося при смерти, освободив его из этого грязного мира, введет его в рай. И сделает его твоим заступником и вечным ребенком. Разлука временно. Не беспокойся. И скажи, И прояви терпение. То есть, поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Решение у Аллаха. Аль-Баقي, 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 аль-Баقي. Сайдин Нурси, рада Аллаху, аль-Фатиха, ма ас-салава. Аль-Баقي, 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 аль-Баقي. Субтитры подогнал «Симон»